Вот хотелось бы показать на примере вот этой вот поверхности. Видите прекрасно, как она покрылась лишайником, мохом, или как это правильно называется. Сейчас я попробую ее очистить, показать, что же произошло. Ну, набираемся терпения и смотрим, что будет потом. Сейчас еще раз внимательно покажу. Ни себя, наверное, очистить не буду, почищу только вот эту стенку, если не будет сильно разбрызгиваться вода, потому что здесь навес находится, поэтому давайте посмотрим, что же будет потом. Вот так вот получилось после промывки, наверное, в течение минут 10, может чуть меньше. Ну, как вот мы видим, немножко поверхность очистилась. Конечно, не стоит идеализировать керхер. То есть это не панацея от всего, но чуть-чуть чище станет. Чуть-чуть чище станет. Надолго ли? Не знаю вот, но... Вот так вот показать можно поверхность, как стала. Ну, чуть-чуть чище стала. Она еще, учитывая, что она еще влажная, она подсохнет, я думаю, видимость будет, вид будет, вернее, немножко получше. Сама стена, конечно, у нас так слеплена не сильно аккуратно, изначально сделана, вот. Поэтому тут сильно красоты ждать не стоит, но... Однако, ну, так вот чистит керхер. Это, наверное, какой-то солевой камень. Не знаю, даже его не пробовал. Сейчас попробую, может, еще разок попробовать. Вот эта вот поверхность не удалось мне очистить. Видимо, это что-то природное, либо это надо какой-то химией удалять. Ну, в принципе, очищает он неплохо. Конечно же, повторюсь еще повторно. Я считаю, что цена на продукцию, на большую часть продукции фирмы Керхер весьма завышена. Данная мойка высокого давления стоит 400 долларов. На мой взгляд, ее цена максимум долларов 200. Явно не 400. Поэтому, возможно, она как-то меня удивит чем-то. Ну, на данный момент, в принципе, все ожидаемое. И чего-то такого сверхсовременного или сверхъестественного при работе с ней не заметил. Так что, на этом я закончу свой обзор. Всем спасибо большое за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok